Великих людей питает труд. Лидеры студенческого трудового движения встретились с ректором Кафу Ильшатом Гафуровым. Прикоснись к истории. Сотрудники Кафу поучаствовали в квесте, посвященном дню рождения Кафу. Стук колес, романтика дороги и даже море. Герои нашего следующего сюжета точно знают, где с пользой провести свое свободное время. Свою работу они называют третьим трудовым семестром. Где студент всегда реализуется в профессии, расскажет Аделя Шамилова. В Кафу есть много младежных движений, которые охватывают различные направления. Одним из популярнейших признаны студенческие трудовые отряды. Их цель не только получить первый заработок, но и научиться чему-то новому, раскрыть свой энтузиазм, найти себя в новом деле. Специфика работы в трудовых отрядах позволяет окунуться в романтику железных дорог. Примерив на себя роль проводника, многие совмещают приятное с полезным, работая в детских лагерях. А кому-то удается найти себя в строительных, геологических, сервисных и сельскохозяйственных профессиях. Активисты данного младежного движения на этом не останавливаются и дают старт встречам в диалоге с ректором. Первым, кто провел встречу с активом движения, стал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Потом мы спокойно с вами обсудим те вопросы, которые вас интересуют. Значит, посмотрим, что ректорское сообщество может быть в поддержку нашего движения, нашего движения. Данное младежное направление продолжает развиваться и становится все более популярным среди молодежи. Те, кто не первый год посвящают себя труду, не понаслышке знают, почему воспитание современной молодежи является одним из приоритетов государственной молодежной политики в Республике Татарстан. Это, безусловно, очень полезное мероприятие именно для бойцов студентских трудовых отрядов. Они смогут почувствовать важность своей работы, то, что они делают. И, естественно, это положительно скажется на дальнейшей их работе. Можно с уверенностью сказать, что подобные встречи станут положительным позиционированием человека труда. Планируется, что следом эстафету примут ректора Казанского государственного энергетического университета, медицинского университета, архитектурно-строительного и другие. Адель Шамилова, Леонард Авлетьяров, Универньюз. Всемирная сеть кипит от потока информации. Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике Веб-Ньюз. В Казани стартует научно-практическая конференция по актуальным вопросам противодействия коррупции. В работе Всероссийской конференции примет участие президент Татарстана Рустам Миниханов. 20 ноября в Казани пройдет Всероссийский географический диктант. Принять участие в испытании могут все желающие. Возраст и образование не важны. Текст диктанта составлен для регионов Дальнего Востока, Сибири и Центральной России. На базе КФУ будет создан Центр компетенции по подготовке специалистов в области телевизионного вещания. Ректор КФУ Ильшат Гафурах в рамках встречи предложил создать рабочую группу, объединяющую интересы каждой из сторон процесса приглашенных гостей. Каково будущее студенческих трудовых отрядов? Об этом говорили на встрече ректора КФУ с лидерами студенческого трудового движения 8 ноября. В Казани состоится показ документального фильма о Приднестровье. 10 ноября в рамках цифросубъектив состоится показ документального фильма режиссеров Меэлиса Муху и Кристины Норман. Во вторник Акбарс встретится с Челябинским трактором, а Акбарс выиграл со счетом 3-2. КФУ поделился с Китаем своим опытом по повышению нефтеотдачи пластов. О том, что даст сотрудничество с китайскими нефтяными компаниями, Казанскому федеральному узнаешь далее. В октябре 2016 года в Китае состоялась международная конференция по технике повышения нефтеотдачи пластов. Активную участие в научном форуме приняла и делегация КФУ. Как отметили представители университета, нефтяные компании Китая имеет богатый опыт внедрения на своих месторождениях технологий внутрипластового горения. Я был поражен тем, что грандиозность и масштабы применения этих технологий в Китае. И когда мы сделали четыре доклада на этой конференции международной в Китае, Синьцзянская нефтяная компания, она из крупнейших нефтяных компаний Китая. Это одно из крупнейших месторождений нефти Китая. И я увидел там не один-два проекта, как в России, а десятки проектов, как в области закачивания пары, так и в области подземного горения. Сегодня Китай отдает большое предпочтение именно тепловым методам увеличения нефтеотдачи. Поскольку КФУ является одним из мировых лидеров в этом направлении, они планируют делать совместные проекты с ВУЗом. Мы там подписали три договора. Первый, один из четырех сторон договоров, это Синьцзянская компания, это сервисная компания Кили и Юго-Западный университет Китая. И наш университет, вот четыре партнера, мы подписали такое соглашение о взаимодействии. И уже после Нового года сразу буквально вот их специалисты приедут к нам, и колумбийцы тоже вот в начале года приедут к нам, значит, ознакомятся с тем, что мы делаем на месте уже. Анастасия Иванова, Универ Ньюз. Ты имеешь широкий кругозор и эрудицию, любишь решать нестандартные задачи и находить ответы на заковыристые вопросы? Тогда тебе будет интересно узнать, что в КФУ проводятся брейн-ринги на самые разные темы. Подробности в следующем сюжете. А вы знаете, какое животное упоминается в налоговом кодексе, но не как животное существо, а благодаря своим качествам? На этот и другие вопросы экономисты пытались найти ответы. 8 ноября состоялся мастер-класс от компании Pricewaterhouse для студентов Института управления экономикой и финансов КФУ. Он прошел в форме брейн-ринга, где студенты поделились на несколько команд и сплоченно решали поставленные им задачи. Нам кажется, это хорошая возможность для ребят, которые решили специализироваться на налогах, попробовать посмотреть на свою профессию со стороны, подумать над некоторыми вопросами, которые мы задаем. Некоторые вопросы будут вполне себе в шутливой форме, которые просто должны плавно увязать те знания, которые они получают, с практической жизнью. Методики современных деловых игр позволяют рационально сочетать профессиональный интерес студентов к новым методам обучения ДУ соперничества и коллективизма. Брейн-ринг наряду с другими методами обучения служит накоплению профессионального опыта, близкого к реальному, причем с помощью деловых игр это удается сделать лучше, чем при других методах познания. Игра, во-первых, достаточно реальная, имитируя существующую действительность, во-вторых, создает динамичные организационные модели, в-третьих, более интенсивно побуждает к решению намеченных целей. Следует отметить высокую активность студентов по подготовке, участию и решению конкурсных заданий, и в результате были объявлены победители игры. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Мы каждый день приходим в Казанский университет на учебу или работу, но никогда не задумываемся о том, где находятся исторические памятники, и что интересного хранится в зданиях Казанского федерального. Познакомиться с историей университета сегодня смогли его сотрудники. А как это было, узнавала Анна Глазунова. В честь дня рождения Казанского федерального было принято решение организовать праздник для сотрудников университета в виде игры квеста. Цель которого заключается в том, чтобы еще раз вспомнить историю нашего университета, еще раз понять, насколько грандиозна эта история, насколько интересна, и прочувствовать этот день рождения, можно сказать, на себе. Старт дан. Держа в руках задание, участники квеста отправились разгадывать загадки, которые приготовили для них сотрудники музеев Казанского университета. Узнать, какое время показывают часы, стоящие с кабинета ректора в музее истории, собрать вольтметр и отыскать африканцев в этнографическом музее. Это далеко не весь список, что выполняли и угадывали участники квеста. Я очень рада, что музеи наконец-то начали раскрываться с другой стороны, и сейчас на них не смотрят как на собрание вещей древности, но, конечно, как на то пространство, в которое можно приходить, в которое можно участвовать в таких мероприятиях. Я очень рада, на самом деле, что квесты начали проводить нас в университете. Ключевую роль в игровом процессе играли решения головоломок и задач, требующих от игроков умственных усилий. Участники проверили свои знания в области физики, химии, истории, литературы и даже узнали для себя что-то новое. Посложнее было собрать батарейку, и Сережа узнал, что у нас, оказывается, батарейку открыл мне итальянец, кто там, Гальвани. Да, на самом деле, ее открыл боль. А, на самом деле, ее открыл боль. Сложно, что еще было? Сложно было определить минералы и называть их. Силы несколько разных музеев, которых раньше не было, очень было здорово. Самое сложное было, конечно, поиск африканцев в графическом музее. Мы даже не ожидали, что есть некоторые места в университете, которые мы впервые увидели к своему стыду. Мне кажется, сложнее всего было в музее Завойского, потому что вопрос там на здании физики, это непросто. Награждение прошло в музее истории, где всем участникам вручили памятные и сладкие призы. Победителями стала команда Писаки из департамента пресс-службы информации ПФУ. Горящие глаза и стремление к победе именно это отличало их от других команд. Но остальные участники не расстроились, ведь сегодня они обрели гораздо больше нового знания, сплочение коллектива и просто хорошее настроение. С днем рождения в университете! Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс. На этом у меня все. Улыбок и счастья вам. До скорых встреч!